Павел Ильич, мы затронули очень важную тему помощи, адаптации. А какой относитесь к благотворительности? Вот всем на памяти история с Настей Богатырь, когда тут всем краем собирали на средства, на лечение, хотя мы, насколько знаем, такой очень спорный вопрос. Вроде как в крае все хорошо с оказанием помощи таким детям. Понимаете, я очень хорошо отношусь к благотворительности, но она должна быть разумной. Она не должна служить поводом для спекуляций. Ни для кого? Ни для родителей, ни для каких-то людей, которые находятся рядом с больным ребенком. Потому что я, находясь в данной должности, уже неоднократно сталкивался с такими моментами, когда, да, собираются деньги, они идут, люди откликаются, есть и специальные коробочки в различных салонах красоты, магазинах, но везде указан счет личной карточки. На личную карточку складываются деньги. Куда они потом идут, никто не знает. Начиная разбираться в истории болезни ребенка, в частности, я понимаю, что ребенок обеспечен абсолютно всем дорогостоящим лекарством, лечением, наблюдением, всем от и до. И вот на моей практике за полгода уже два случая таких было, которые постарались пресечь, я думаю, пресекли, не буду называть фамилии. Поэтому, мне кажется, благотворительность быть должна, она должна быть максимально публичной, и приход средств должен быть максимально публичным, и расход данных средств должен быть максимально целевым, потому что, ну, хочу сказать, что на сегодня государство, медицина справляется с 99,9% вопросов, которые требуются для излечения самых тяжелых больных, и детей, и больных. Поэтому, возвращаясь к вопросу, отношусь хорошо, но бесконтрольно это оставлять нельзя, ни в коем случае. Ну, и вот тоже об бесплатной медицинской помощи. Насколько важно, на Ваш взгляд, появление сейчас на острове Русский Центра высокотехнологической помощи, и мы знаем, что там достаточно активно идет квотирование, то есть по квотам можно получить бесплатную помощь, и даже Вам проведут операцию. Насколько важна эта система? Знаете, у нас вся медицинская помощь для лиц, застрахованных на территории Российской Федерации, она бесплатна. Но, к сожалению, не все пациенты, которые попадают в медицинское учреждение, нуждаются в медицинской помощи, они об этом знают. Знают свои права, знают, куда обратиться, знают, как получить направление на данный вид помощи. К сожалению, есть моменты, с которыми мы сейчас боремся за бюрократчивание некоторых процессов, но я думаю, мы их искореним. Поэтому, ну и в том числе появление высокотехнологичного медицинского центра на острове Русский, это большое дело для Приморского края. Потому что раньше данные операции, данные виды медицинской помощи производились за территорией Приморского края, это в Новосибирске, в Москве. На сегодня мы имеем возможность производить их здесь. Это что значит? Они производятся здесь, здесь есть врач, который делал операцию, здесь есть реабилитационный центр, в котором пациент не просто получил операцию, но потом выздоровел окончательно. Потому что, грубо говоря, сделать операцию на сердце – это одно дело, а потом правильно выходить пациент – это совсем другая история. И она здесь тоже есть, включена. Поэтому здесь, для Приморского края, это огромное развитие медицины. Я хочу отметить, что туда возвращаются специалисты, которые работали раньше за рубежом, и сейчас они приезжают в Россию работать, потому что именно хорошее оборудование. Хорошее оборудование. Я хочу отметить, что в медицинском центре ДВФУ принципиально другая модель менеджмента. Принципиально другая. Там есть и активно используется аутсорсинг, и обслуживающая организация, которая кормит, охраняет, убирает, следит за коммуникациями. И врачи за достойную зарплату только занимаются медициной. Это очень важно. Когда у врача нет больше забот, и у главного врача в том числе следит за трубами, счетчиками, теплощетчиками, батареями, то больше времени есть на медицину, и это сказывается на качестве медицинского обслуживания в медицинском центре ДВФУ, которое мы все видим. А вот эта история, получается, директор – это человек, который занимается хозяйством, главный врач – это разные правильные люди. На ваш взгляд, все-таки главный врач в больнице, может быть, нам так и стоит сделать во всех медучреждениях? А то у нас главврач иногда и за вхозом получается. И это неплохо, что у нас главный врач получается за вхозом, потому что у него есть ночмед, который должен заниматься медициной. И ночмед качественно занимается медициной, но не все главврачи нормальные за вхозы. Вот в этом вопрос. То есть все-таки образование медика – это медик, а образование управленца – это управленец, так называемый за вхоз. За ним тоже надо качественно следить, чтобы как в медицинском центре ДВФУ, у медиков не оставалось больше других забот, кроме как заниматься медициной и пациентами. И это очень важно. А есть ли какие-то программы, допустим, по повышению квалификации работников сферы здравоохранения? То есть, допустим, я знаю, что иногда директора в школу везут и учат именно быть управленцами, потому что бывает такая школа, где с педагогической точки все вроде замечательно, а в школу дети не хотят уходить, потому что там все разваливается. Вот так вот готовят где-то у нас врачей? Ну, может быть, в России? Вы отправляете? Смотрите, здесь вот, чтобы стать медиком, человек учится 7 лет практически. Чтобы стать нормальным медиком, он учится практически всю свою медицинскую жизнь, постоянно повышая квалификацию доктора и растя, так скажем, в квалификации. А для того, чтобы стать главным врачом, требуется пройти курсы по организации здравоохранения, которые проходят полгода. В свою очередь, чтобы стать нормальным управленцем, надо учиться 5 лет минимум. Что можно выучить за полгода? Да, есть люди, которые прирожденные управленцы, талантливые и прекрасно с этим справляются, хватают на лету, но, к сожалению, это не все. Далеко не все, поэтому в этом тоже есть вопрос, с которым мы сейчас работаем. По разделению все-таки функций управления и функций медицины. Это такой стратегический вопрос, поэтому занимаемся. Ну, еще одна сфера, и она очень тесно связана со здоровьем, это спорт. Значит, одна из программ, это установка универсальных спортивных площадок на территории Приморского края. Это задача поставлена Владимиру Владимировичу Миклушевским. Как она реализуется на территории края? Чем здоровее будет поколение от спорта, тем меньше будет работы в медицине. Есть действительно программа губернатора. У нас по установке универсальных спортивных площадок для занятия зимой – это хоккей, летом – это игровые виды спорта, баскетбол, волейбол, футбол. К универсальным спортивным площадкам будет прилагаться порядка 20 уличных тренажеров, трибуны для просмотра, раздевалки, освещения, то есть такой комплектный, с резиновым покрытием, замечательные площадки. На сегодня у нас в работе находятся 22 площадки. Заключены договоры с территориями, с муниципалитетами, которые готовят под эти площадки основания. И мы буквально с середины августа начнем поставлять комплекты данных площадок на территории. В этом году всего будет 35 площадок. У нас еще на подходе договор с «Газпромом», который выделяет деньги на установку дополнительных. Там еще 13 площадок получается. К сожалению, не все у нас территории успевают. В первом сентября есть достаточно благополучные территории, которые в срок, согласно договору, установят данные площадки, и мы их откроем к началу учебного года. А вообще какие проекты у нас могут быть реализованы в Приморском крае в ближайшее время? Такие глобальные. Например, база в Азовом, будет ли она отремонтирована? Будут ли какие-то объекты отремонтированы к тому, чтобы сюда могли приехать, готовятся олимпийцы, допустим, к той же Олимпиаде в Южной Корее, которая в 2018 году будет проходить, или в 2020 году летняя Олимпиада в Токио? Да, на сегодня у нас есть принципиальная договоренность, подготовленное письмо, направленное на имя руководителя Роснефть, компании, об установке на территории края четырех крытых ледовых дворцов по разным уголкам, так скажем, края, для обеспечения доступности к развитию ледовых видов спорта. При встрече с президентом Российской Федерации губернатор отдал на визерное письмо, как раз-таки о чем вы говорите, о строительстве объектов спорта на острове Русский за счет продажи объектов ДВФУ, которые сейчас у нас, как мы знаем, выставляются на продажу. Данное письмо отписано на Министерство спорта, с которым мы сейчас плотно работаем по подготовке данных проектов, что нам нужно по базам видов спорта на территории Приморского края, какие дворцы спортивные, какие арены, стадионы на острове Русском, для того, чтобы мы смогли принять олимпийские сборные здесь, у нас две олимпиады, зимние и летние, азиатские, чтобы мы и по зимним видам спорта, и по летним видам спорта смогли максимально принять и адаптировать сборные команды здесь, у нас на территории края. Но мы понимаем, что сборные команды это такой достаточно короткий промежуток времени, и основная задача это все-таки насытить объектами спорта остров Русский для студентов, которые у нас там будут, для жителей Приморского края, города Владивостока, чтобы они могли иметь доступ к профессиональной спортивной инфраструктуре для развития не только массового, но и профессионального спорта у нас на территории края. Хорошо, а какие, ну понятно, это массовый спорт, мы его называем таким любительским, но у нас есть профессиональные команды на территории Приморского края, это Лученергия, это Адмирал, это Спартак Приморья, вот Приморочка волейбольная. Сейчас какие задачи перед кем ставятся, перед Лучем на этот сезон, какие-то задачи конкретно поставлены, или пусть пока ограничимся историей первой лиги, мы пока на Адмирал все-таки больше. Каждая команда практически, Адмирал, это новая команда, созданная в прошлом году практически, которая добилась за один сезон небывалого успеха, вышла в ПЛО, чего никогда не случилось, практически в КХЛ. Поэтому ребята большие молодцы, и я надеюсь, что в данном сезоне данная команда не потеряет той динамики, которую приобрела в прошлом году. И у нее стоят такие задачи, что, собственно говоря, выстроена вся система мотивации. То же самое у нас сделано по всем остальным профессиональным командам. То есть у нас в спорте не делается, вот Адмирал, он не возник в ущерб остальным профессиональным командам. Каждая команда имеет стимулы для развития. Это и Приморочка, это и Баскетбол Спартак, это и Луч Энергия. И перед ними, конечно, заставится повышенное обязательство на данный сезон. Но мы не смотрим только на данный сезон. В частности, Получил, когда мы разговаривали с главным тренером, мы проговаривали перспективы двух лет, потому что у нас сейчас идет бюджетирование 2015 года, а там уже надо тоже выставлять какие-то, так скажем, флажки для развития уже на 2016 год. Поэтому такая работа стратегическая ведется. На ваш взгляд, вообще, насколько важна доступность обычных граждан Приморского края к таким объектам, как та же Фетисов арена, когда они могут приходить кататься на льду, на том льду, где играет профессиональная команда, где тренируются ребята? Насколько это нужно сейчас сделать все? Вы знаете, вот, когда я встречаюсь в профессиональном сообществе спортивном, вот мне задет тот же вопрос, что почему все деньги тратятся на профессиональные клубы? И, в принципе, я объясняю, добиваясь понимания, что, ребят, ну, во-первых, это делается не в ущерб массовому спорту и календарю профессиональной Федерации Приморского края. Во-вторых, любая профессиональная команда Приморского края это такой локомотив движения массового спорта. И вот, если взять Адмирал, то сейчас задача у Адмирала не просто играть и выигрывать, а вести за собой пацанов различных возрастных групп, отбирать лучших, создавать из них команды, играть на различных уровнях. То же самое по футболу, с чем лучи успешно справляются. Мы знаем, что есть детская школа футбола луча, которая достаточно успешно тренируется, выступает. То же самое по баскетболу, лагерь спарта, в котором занимаются различные дни. То есть, любая профессиональная команда Приморского края это флаг, локомотив, пример для подрастающих пацанов, чтобы забрать их с улицы, забрать их с лавочек, скамеек, с пива и привлечь к занятию спортом. И вот в это как раз таки четко вписывается программа губернатора по строительству универсальных площадок на территории края. То есть, одного желания пацанов мало, нужно дать доступность спорта. И вот эти площадки не дают доступность спорта на территории каждого муниципалитета. Поэтому такая комплексная программа и все завязано друг на друга. А есть какие-то все-таки, ну ладно, с клубами вроде как разобрались, есть ли приоритетные виды спорта на территории Приморского края? Ну вот мы, допустим, понимаем, что у нас, наверное, гребля, да? Понимаем, что, может быть, многие говорили о шорт-треке в свое время. Вот есть какие-то прям виды, которым стоит уделить внимание особенное, да? И где мы можем в ближайшее время увидеть членов олимпийской команды? У нас есть Ваня Штиль? Ну вот, может быть, больше станет каких-то видов спорта? Ну, я надеюсь, что за Иваном Штильом вот у нас прекрасный такой флаг Приморского края по гребле, и к нему как раз-таки тянутся очень много молодежи, пацанов, молодых, которые хотят достичь таких же успехов. Есть у нас гребля, безусловно, есть у нас шортрек, как вы отметили, есть у нас, по-моему, борьба. У нас шесть базовых видов спорта, но вот сейчас не помню, какие. Вот, поэтому есть. И вот в объектах инфраструктуры ДВФО мы стараемся как раз-таки не просто построить какие-то объекты и предложить Министерству спорта включить их в программу, а как раз-таки отбираем наиболее популярные массовые и перспективные виды спорта в Приморском крае. Вот, там же у нас в предложении есть футбольный стадион, потому что стадион Динамо, на котором сейчас играет луч, он не совсем соответствует невместимости трибун для высшей лиги ни своей инфраструктурой, достаточно старой, и он не находится в собственности Приморского края, то есть мы не можем его сегодня ремонтировать, развивать и поднимать. Поэтому есть у нас объекты, есть у нас игровые виды спорта, крытый дворец, и мы предлагаем даже трассу для маунтинбайка. Хоть это не олимпийский вид спорта. Это тоже будет русский? На русском, да. Это достаточно недорогой проект, и хоть он не олимпийский, но мы видим, сколько человек занимается маунтинбайком, велосипедом. И на сегодня с учетом строительства набережной на русском, дорожек для велосипеда, он активно развивается. Поэтому мы хотим поддержать и это направление в том числе. А вопрос тренерских кадров для подготовки спортсменов это в вашей сфере сейчас находится, или это образование все-таки больше? Нет, ну, в нашей, да. Тут как дела обстоят? Мы готовим тренеров или просим, чтобы к нам приехали какие-то тренеры, которые могли бы показать нашим ребятам? Мы занимаемся, опять-таки, с, вот, в частности, там, фигурным катанием занимаемся, с родиной Ириной Константиновной, школой фигурного катания, шорт-треком занимается федерация. То есть, практически, да, по каждому виду спорта, конечно же, нужны профессиональные тренеры, но мы при этом всем не упускаем и на совещаниях с руководительной федерацией спортивных Приморского края активно обсуждаем и будем перерабатывать к следующему году программу стимулирования тренеров, ну, обычных дворовых тренеров, которые как раз-таки и отбирают, поднимают тех пацанов, которых нам надо забрать с улицы в клубах спортивных различных на территории края. Поэтому тут такая вот тренерская работа, это такой отдельный вектор развития, который нам надо тоже поднимать, стимулировать, чтобы и тренер был нацелен на результат. Не просто потренировать кого-то, значит, а должен расти чемпионов, которые будут в итоге лицом Приморского края на различных спортивных аренах. Ну, и тренер, в свою очередь, должен это делать, понимая, что он не будет забыть. Он должен тоже мотивироваться на достижение данного результата. Вот всю эту схему мы сегодня вырабатываем, обсудим ее с спортсменами, с профессиональными на состоятельность и будем внедрять, я думаю, к следующему году мы ее внедрим. Ну, понятно, вот есть Олимпиада, есть у нас Паралимпиада. Как у нас с Паралимпийскими дни спорта? Что делать для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли себя чувствовать как раз с неограниченными возможностями? Ну, на сегодня, к сожалению, у нас не так активно развивается данная отрасль. Мы тоже на нее после Паралимпиады обратили особое внимание. У нас, к счастью, есть общество инвалидов, спинальников, ковчег, которые активно развивают спорт. Они занимаются баскетболом, они занимаются колясочным рыбби. Недавно приезжали у нас европейские звезды баскетбола, европейские звезды, которые проводил мастер-классы для них. Вот. Мы тоже в следующем году систематизируем эту работу. Мы на сегодня аккредитуем Федерацию Паралимпийского спорта во Всероссийской Федерации. То есть мы получим такой юридический статус и дальше будем активно заниматься развитием данного спорта. У нас есть дальше в том числе и Паралимпийский футбол, который нам ничего не мешает вписать в структуру клуба «Луч» и участвовать и на этом уровне соревнований. Поэтому тоже данная работа ведется. Я так думаю, что к концу года мы покажем какие-то системные результаты, которых мы добились, я имею в виду организационные. Ну, конечно, результатов спортивных нам придется еще подождать. В ближайшее время придет массовое событие у нас очередное лето на Русском и там будет в числе всяких разных культурных мероприятий будет и спорт. Что нам стоит ждать и насколько важны такие мероприятия, насколько важно, что у нас остров Русский и кампус продолжают функционировать как такой международный объект большой? Действительно, скоро у нас в середине августа пройдет лето на Русском. Это чемпионат тот самый мира по аквабайку, который у нас был в том году. По формату он у нас практически ничем отличаться не будет, а чемпионат мира по аквабайку единственное, в силу определенных политических условий мы его русской гран-при проводим. В рамках данного чемпионата будет и аквабайк, в том числе и там у нас предусматривается культурная программа в виде выставки художников. Там у нас будет показательное выступление мотофристайла, велофристайла, это достаточно насыщенная программа, поэтому я пользуюсь случаем, приглашаю всех зрителей посетить данное мероприятие, я думаю, что получат незабываемое впечатление и удовольствие. Что сделано с точки зрения безопасности? Я помню, просто в прошлом году набережная ДВФУ еще была закрыта, ее открыли только вот на этот момент, немножко было там оставлено после себя груды мусора, кому-то не нравилось, что стоят киоски неправильно, вот сейчас это все проработано уже? Создан нами оргкомитет, в котором участвуют практически представители всех структур и силовых, и хозяйственных, и муниципалитета, потому что у нас на сегодня набережная ДВФУ передана городу Владивостоку и находится в ее видении. Поэтому мы ошибки прошлого года стараемся максимально учесть, проработать и с точки зрения безопасности в том числе, и с точки зрения санитарии в том числе, и с точки зрения комфорта людей, которые будут находиться на данном мероприятии, чтобы там были доступные урны и общественное питание, значит, и какие-то сувенирные продукции, не было тесно, было комфортно, не было там тех вещей, которые заметили в прошлом году. Ну что же, будем надеяться, что Владивостокцы и гости Приморского края придут на остров Русский, посетят замечательные мероприятия. Это была программа в центре внимания. Нашим гостем был вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков Павел Ильич. Спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok